И сегодня на осмотре у меня игрушка Острев. Острев это наша отечественная игрушка. Ее, то что классно разрабатывает один человек, его по-моему зовут Женя, он сам из Харькова, он ее разрабатывает пару лет. Но, почему она ко мне попала? Да потому что она очень похожа на любимые мои, да и всеми наверное на любимую игрушку Казаки. Про развитие, ну единственное здесь нет войны. В общем, тут ты управляешь своим городком, который ты должен расселить. Вот сейчас у меня тут, в моем поселении живет 23 семьи. Вот здесь игрушка имеет только украинскую и английскую локализацию, поэтому мне ближе по душе конечно же украинская локализация, а не английская. И сейчас март 1721 года. Итак, не будем терять время, нам нужно построить сейчас лесопилку для того, чтобы добывать дерево. Внизу, вот в нижней строчке тут у нас указано это жилье, здесь в жилье только вот можно хаты пока строить, вода соответственно, можно крыльницу ставить. И здесь вот множество домов, начиная от складов, ферм, заканчивая рыболовеческими угодьями. Тут склады все, торговый склад, магазинчики, есть деревянные мосты, стоянка тачек. Так, конечно же управление, это городской совет и разные элементы декора. Кстати, можно высаживать деревья и они реально растут. Я вам дальше потом покажу. Ну а это еще у нас все медицина, религия, это все еще в разработке. Так, не будем, значит, терять времени и поставим мы, наверное, лесопилку. Так, лесопилка у нас вот здесь. Так, вот сюда. Очень классно еще сделано то, что, ну здесь можно, во-первых, ускорять время. Я нажимаю, допустим, сюда, тут у меня вот есть. Это разнорабочие, которые будут принимать участие в постройке, собственно, этой моей лесопилки. Вот так классно, видите, ребята, взяли вот тачки, заехали на склад, да, вот он взял бревна, допустим, и повезет сейчас туда. Все это можно все ускорить. Вот они все повыгружали на рабочие вот этой строительной площадки и пришли другие рабочие, которые, соответственно, уже начинают строить мне эту лесопилку. Вот в обычном виде, как это все у нас происходит. Вот идет строительство. Ребята, которые заняты строительством, они строят, а ребята, которые пока свободны, они опять же берут тачки. Палатки идут на склад, вот забирают ящики со складов. В этих палатках пока живут у меня люди. То есть вот главный склад, Таберна Кумора, вот Таберна Иосаредок. То есть это моя городская, это мой городской совет. И у нас работает здесь Остромов Порубий. Вот это чисто украинская игра, поэтому тут такие вот названия. Так, я это все дело ускорю. Я это все дело ускорю, чтобы это все было намного быстрее. Вот тут, кстати, еще вот в правом верхнем углу есть процесс, как идет строительство. Можно здесь отменять строительство, делать его в приоритете, если, допустим, стоит мне. Ну, это я потом больше расскажу. Я пока в нее еще сам не играл, но кое-что я уже успел про нее посмотреть. И, в принципе, мне игрушка очень понравилась. Так, ну, вуаля. Лесопилка у нас готова. Так, сбуду это житло для всех мешканцев табора. Вот теперь, самое интересное, все вот эти двадцать три семьи мне нужно расселить. Так, на лесопилочку, наверное, кинем мы сразу человека три. Они пойдут пока рубить деревья. И теперь мне, как самому главному, здесь мне надо, наверное, выбрать типа районов или жилмассивов, как я буду строить дома. Вот тут есть такая вот впадина, я курсором ее обвожу. Там будет не совсем дома удобно строить. Вокруг тут тоже не построишь, в принципе. Единственное, что попробовать, это вот, вот в этом вот периметре построить. Такой, как жилмассивчик небольшой. Вот сейчас он у меня будет, пускай будет проходить. Этот я разверну вот так. Так, через shift и начинаем строить. Тут классно, вот, граничат сразу заборы. То есть заборчики можно привязывать между собой. Три, четыре, четыре хаты. Теперь пошли разворачивать. Вот, для того, чтобы построить здесь, допустим, хату, нужно вырубить дерево. Но срубить дерево это не проблема. Или, точнее, я не буду даже рубить деревья. Я построю просто еще здесь. Раз. Вот. Так, два. Три. И пока четвертую хатку. Теперь, когда я уже накинул план постройки, видите, вот, это поле отмечено флажками, там где будет застройка. И вот у меня уже в верхнем правом углу идет как раз вот это. Эти хаты. То, что я строю. И теперь можно спокойно ускорять. И вот уже ребята пошли, собственно, на строительство хат. Вот они привозят на тачках материалы. Складывают. И потом начнется веселье. Так, а сейчас, чтобы мне игра не выдала еще больше веселья, мне нужно построить сразу же глиняную яму. Так как это мазанки, то, в принципе, глина для них очень сильно нужна. Так, снести, снести. Сейчас ребята с лесопилки еще... Да, вот глина. Негде взять. Сейчас ребята с лесопилки, в принципе, еще снесут там чуть-чуть деревьев. И можно будет... Очень классно здесь детализация. Допустим, сейчас апрель. Вот эта вся вот текстура травы, она растет. Вот здесь есть сезонность, тут также облетают листья с деревьев осенью. Тут также засыпают с декабря снегом. Вот протоптанные тропы, это не просто так. Это в реальности, когда юниты ходят между своими поселениями, протаптываются тропы. А там, где юниты не ходят... Точнее, тут, где были вот протоптанные тропы, но, допустим, они забросились по какой-то причине, юниты там по ним не ходят. Вот они начинают каждый день, ну, ежесезонно зарастать травой. Это прикольно довольно. Мне это нравится, что-то автор именно уделил много внимания таким вот мелочам. Ну, ладно, давай мы яму глиняную построим тут, они будут как раз вот сюда и выходить. А тут пока те, кто не работают, отгреются, разговаривают у костра, делятся впечатлениями своими, как они провели день и ещё что-то. Видите, вот апрель, апрель по чуть-чуть идёт уже к своему завершению. Мне нужно до начала холодов, то есть до декабря месяца, расселить уже всех своих людей. А вот, собственно, как идёт постройка хаты. Вот ему пришёл товарищ на помощь, или он, может, позвал своего соседа. Вот, это глину привозят вот в тачках. А рядом это лежит камыш для накрытия именно потолка. Тут персонажи также, они не работают всё время. Вот, они могут идти домой. Вот, допустим, вот пошёл в палатку, поспал, потому что тут нет смены дня и ночи, но, тем не менее, разработчик это уже внедрил, и это довольно круто. А вот двое человек носят бревно. Ну, в принципе, как не во всех, да, стратежках реального времени, один взял себе, забросил на плечо бревно, как Шварценеггер в фильме «Команда» и понёс. А два человека носят брёвна, затем они их вдвоём распиливают и по отдельности уже занимаются. А вот, в принципе, строительство хаты, первой хаты уже приходит к своему магическому завершению. Вот, он настелил один слой, второй слой и третий. И вот, вуаля, первая хатка построена. Вот она так красиво, видите, обнеслась заборчиком. И заехала туда уже первая семья. Вот идёт пока постройка второй хаты. Вот уже протоптана тропа, видите, кудой ходили персонажи. Вот, здесь уже протоптана тропа. И вот уже тут вот прослеживается вторая, ну, от сама от глиняной ямы, потому что эта тропа от лесопилки идёт на, так сказать, импровизированный жил-массив. Но, тем не менее, уже май. И, наверное, для того, чтобы мне оно не выдало, что у меня не хватает соломы, для того, чтобы накрыть крыши моих хат, мне нужно построить, так, 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 вот, покривольно. То есть, что это за покривольно? Это место, где работают пару человек и собирают вот это всё. Камыш, все вот эти вот трава, которая растёт на берегу, они его сушат. И потом это всё доставляется уже непосредственно на саму стройку, для того, чтобы накрывать на моих хатках крыши. А уже вторая хатка сделана. И это очень-очень хорошо. Вот вы видите, как тут детки бегают, они могут ходить по соседям. Да, здесь сидят ещё юниты, которые, в принципе, не заняты работой. Так, ну, сюда до строительства ещё они не добрались. Птички летают. Вот есть карта. Вот наша карта. То есть, вот наш городок. И также есть ещё Балаклия, Дергачи и Мерефа. Со всеми этими городами потом можно торговать. То есть, строишь рынок и торгуешь с этими городами. Но это уже потом, 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 когда дальше всё будет уже развиваться. Для начала это, в принципе, незачем. Да, вот почуть уже тропиночка протаптывается от самой глиняной ямы, да. Вот один персонаж повёз обратно. Вот второй повёз. Туда и возвращается, сюда и едет. Вот ещё тропинка к строительству одна проложилась. Круто! Так, вот настил он привёз. Наверх всё как раз. Три таких рулона, для того, чтобы накрыть крышу нашей хаты. Так, вот уже третья хатка на подходе. Пока мне ещё оно не пишет. Чего мне не хватает, для того, чтобы хатку построить. Так, это я не туда чуть нажал. Вот, для хаты нужно 10 глины, древесины 50, 100 гвоздей и 3 соломы. Вот как раз для того, чтобы собирать и сушить солому, мне нужно построить, соответственно, покривольную, или в переводе на русский язык, кровельную. А тут у меня такой будет проспектик, наверное. Тут будет дорога, по которой будут ходить люди. Просто надо было, наверное, лицом к лицу развернуть на этот проспект. Ну, это ничего страшного. Так, на лесопилке у нас пока идёт всё хорошо. Вот уже начали второй райончик строить. Два фундамента уже заложены вот на хатку. И можно, в принципе, сейчас я ещё... Можно возле каждой хатки построить по лавочке, чтобы люди могли сесть и, так сказать, отдохнуть. Вот, можно развернуть. Раз. Лавочка. Возле входа. Два. И три. И людишки могут уже проходить. Вот, видите, и садиться на лавочке отдыхать. Для того, чтобы не ходить постоянно вот сюда, вот к костру. Они уже сидят себе тут и отдыхают на лавочках. Вот. Тоже продетализированы двери. Всё это. Вот можно сейчас, кстати... Давайте, наверное, посадим по берёзке. По берёзке. Вот здесь будет расти берёзка. И здесь пока. И спустя время я вам покажу... Помните, я говорил в начале обзора этой игры? Я вам покажу, что здесь всё растёт, живёт и развивается. И это... За это респект, конечно, разработчику. Только хотел показать, как ребята строят, но ребята решили пока сбежать. Так, тут строительство и не думает, пока начинаться идти. Потому что у меня не хватает персонажей. Так. По бревну. Чё у меня по бревну? У меня 200 древесины. На дом уходит 50. То есть, я могу спокойно пока этих ребят поувольнять. И они будут мне помогать строить построечки мои. Мой маленький красивый городок. А тут можно между домами, наверное, высадить вот так вот красивую аллейку с деревьев. Уже заканчивается месяц июнь. Вот. Вот идет постройка. Вот каждый из казаков такой национальной вышиванки ходит, строит, производство так же автосохранения, берет по балочке и ходит, строит хатку. чтобы он или там его друзья в ней могли, наверное, дальше жить. Тут пока вот только выстроено фундамент. Еще один фундамент выстроен. Пока ничего нет, соответственно. Тут еще нужно сделать отделочные работы. Они привезут еще глину, будут возводить стены. и будут возводить еще дымоход. Вот как здесь. А тут один дружок трудится. А здесь пока, видите, тут пока ничего. Эта стройка ожидает еще своих разнорабочих юнитов. вот тут вот уже два человека начинают собственно работать. Вот построился третий фундамент. Да, их пока здесь всего три четвертого тоже ждет своей заливки. Тут уже возвели две стены. Сейчас еще две возведут. Вот. И побежал он опять на глину. Вот эта глиняная яма. Вот видно тут человек глину набрал в емкость, погрузил в тележку и по протоптанной тропинке вот сюда и повез к месту строительства. И это очень круто. Такая игрушка затягивает в принципе и не берет своей войной как казаки. Вот просто развиваешься, ведешь свое поселение, свой народ к успеху. это прикольно. Вот опять пошла стройка. Сейчас дымоход он возведет. Да. И заканчиваю вот они строить уже основание для крыши, но нет еще как мы видим очарета. Вот этого нет еще у нас крыши. Материал для крыши они еще не привезли. Также тут можно строить поля. Строишь ферму и строишь поля где можно выращивать картофель, пшеницу для того чтобы людям питаться. Вот я первый раз смотрел обзор то в принципе тут есть вот такая штука как коровник, но я так и не понял где приобретать коров, проще поставить причальчик и ребята там будут на лодочках кататься и ловить в принципе рыбу. Можно поставить даже два таких причальщика, но соответственно в зиму в зиму никто не ловит рыбу, поэтому нужно запасаться еще с весны по осень. Так, а тут строительство четырех хаток уже прошло и вот видите уже ребята на тележке вместе с детьми перевезли свои вещи в хатку. А я сейчас поставлю возле них пока скамеечку возле входа чтобы они тоже могли себе отдыхать. и посадим еще одно деревце еще одну березку. Раз даже можно две березки посадить и вот тут будет вторая березка. Вот тут уже понемножку строительство идет но уже на носу средина августа. Мне нужно до декабря закончить построить хаты расселить семьи потому что те семьи которым не досталось жилье они просто развернутся и уйдут из моего поселка. Ну я думаю если я потеряю одну две семьи ну максимум три я не думаю что это будет сильно критично но не хотелось бы хочется все таки вам показать как делать это правильно сюда уже привезли доски тут уже у нас доски и также каждый юнин живет своей жизнью кто-то отдыхает кто-то домой носит вот со склада который находится у меня здесь вот провиант стройматериалы какие-то вот видите женщина несет бревна 05 древесины она идет показать ее путь она идет вот в последнюю хату также при наведении на хату можно вот видеть отец Виталий мать одарка у них есть дочь огняна ей 8 лет кстати Виталию 23 а его жене 28 также вот все что находится на складе дома это вот мука картофель дровишки которыми они топят зимний период и водичка вот кстати о водичке можно допустим тут у меня два дома и можно кстати сделать водичку как раз тут возле двух домов вот так чтобы каждый мог в принципе выйти из дома и не бегать аж вот сюда к колодцу он мог набирать водичку здесь вот тоже поставлено место строительства и давай опять же ускорим нужно все построить вовремя и крышу опять не подвезли крыши пока еще нет вот вот остановлено почему у нас закончилась солома и я приостанавливаю эти все наши строительства и начинаем строить склад для соломы как я в принципе и предполагал что рано или поздно оно у нас закончится поэтому надо быстренько построить склад он в принципе строится недолго так он создает из всего пары элементов и поэтому ничего страшного в этом нет сейчас построится склад я быстро сюда загоню пару человек чтобы они насобирали мне соломы сейчас перекроют крышу и все они насобирают соломы ее нарубят потом она будет сушиться и соответственно отсюда уже от склада будет солома развозиться дальше по стройкам там где она нужна тут находятся все ресурсы это слежение за всей ресурсной базой и так я найму сюда двух наверное рабочих и продолжу пока строительство всех хат сейчас двое рабочих выйдут отсюда нарубят вот очеред всякий камыш этот и вот он уже сушится точнее сейчас его уже один человек забрал потому что строительство нуждается вот оно уходит по чуть в кровельных работах да вот сейчас тут с древесиной пока у меня проблем особых нет заготовку дерева я в принципе сделал нормально тут еще одно дерево лежит здесь у меня сейчас 205 дерева то есть больше мне пока не нужно и вот тут появится еще одна тропинка от заготовок соломы до самой непосредственно стройки все здесь в этом доме осталось накрыть только крышу вот уже 3 блока соломенных лежит вот раз два ну три рулона точнее ага и один он не захотел положить потому что ему надо было наверное куда-то очень срочно убежать так соломы у нас 3,6 ну можно довести в принципе до 4 все вот еще одна хатка у нас построена сейчас сюда придут люди вот идет муж и жена вот сейчас они сюда заселятся вместе со своим ребенком вот их не ребенок но круто ведь я пока продолжу так а тут еще фундамент не заливался а уже конец сентября вот это меня немножко смущает конец сентября еще ничего не заливалось так тут пока всего хватает этих двух ребят я освобожу пока от работы здесь на кровельной и по максимуму наверное все таки нужно их закинуть вот сюда на стройку моего такого импровизированного небольшого жилмассива ну вот возводятся с помощью глины стены а здесь ребята только строят основание так называемую коробку так можно тут еще по березке построить раз два и вот где-то здесь будет три тут одна уже есть выросшая но она примыкает просто к лесу березка и вот уже видите как начинают желтеть уже листики сейчас средина октября и начинают уже листики желтеть понемножку даже вот этих саженцах которые я только тут высадил вот здесь уже пожелтевшие листья это значит что пришла уже осень и работает сезонность про которую я вам рассказывал до мельчайших деталей проработанная игра тут даже на заборчике висит вот такой маленький горшочек как в принципе во всех украинских национальных селениях и был раньше в начале восемнадцатого века потому что игра у нас развивается в начале восемнадцатого века это 1700 и 1800 и год так это у меня получится 8 хат 8 на 3 у нас получается 24 отлично у меня в селении 23 жителя и 8 хат я смогу как раз разместить а вот то что я вам говорил смотрите здесь стояли палатки тут жили люди которые переехали сейчас в мой небольшой микрорайончик и со временем спустя сезон особенно зиму это по чуть-чуть тропинки эти начнут зарастать зеленью так а я сейчас еще ускорюсь надо достраиваться у нас остался один месяц а это не шутки также потом наверное все таки я построю вот здесь на берегу наверное лодочную станцию и там будет рыбалка потому что зимой людям надо что-то кушать также потом у меня в планах по весне построить может сначала ферму которая будет заниматься собственно вокруг фермы у меня будут поля и потом построить мельницу чтобы она перетирала пшеницу в муку а для того чтобы все это хранить нужно построить склад вот тогда когда будет эта вся инфраструктура уже развита то людишки себе могут спокойно ходить на склад и брать со склада себе ту же рыбку там и тут есть сушеная рыбка свежая я так понял рыбка вот и муку для того чтобы испечь какой-то хлебушек чтобы в принципе кушать тут также люди умирают также рождаются дети то есть это все приближено в принципе к таким вот боевым реальным условиям вот видите люди для того чтобы сокращать они ходят вот сюда на ту сторону моей улицы импровизированной и тут уже протопталась тоже такая дорожка так ну я думаю я как раз осталось две все-таки одна семья наверное не успеет у меня поселиться так как зубы ага нет древесины есть нарубленные только дрова но нет древесины но все же одна семья у меня я не хочу чтобы оставалась в пролете поэтому я сейчас кину на проект строительства еще еще одну хатку вот здесь я думаю будет как раз то что нужно ага вот уже древесину перерубили все я могу пока отсюда людей увольнять нет все-таки не успею я построить еще одну хату ну да и ладно все-таки одна семья у нас уйдет да вот эта палатка или это сейчас заселится в хату которую я уже достраиваю и у нас опять очередной трабл не хватает соломы да две семьи у меня покинуло мое селение вот одна семья вот вторая так как у них не было теплого жилья но видите как все заносит снегом людишки ходят уже полностью одетые в теплые вещи и начинается зимовка это я быстренько зимовку перемотаю сейчас сюда и туда придут люди которые помогут мне в сборе урожая соломы и всего остального и вот сразу ее и забрали один человек на второй второй наверное находится на стройке а да тут полным ходом идет стройка да две семьи покинуло и осталось у нас 19 человек 14 взрослых и еще остались детки так тут можно проверять чем недовольны люди вот допустим люди недовольны то что нет рынка и нет достаточно жилья но это не проблема достаточно жилья тут можно тоже кстати продолжить еще строительство нашего колодца и вот людишки палят дома костры готовят наверное кушать и можно смотреть вот достаток чем больше соответственно цифра этого достатка тем лучше люди живут здесь слабовато но здесь слабовато потому что я только недавно построил еще эти домики и нужно людям давать рабочие места и также еду так ну я думаю тут справится один одного можно уволить и что у нас на лесопилке дерево на 16 да 202 дровишка всего лишь на складе это нехорошо я сюда сейчас отправил еще людей они еще немножко займутся так сказать на рубкой леса и заканчивается уже у нас месяц декабрь 1721 года и будем встречать скоро новый год 1722 года вот хатка достроилась но поздновато хатка достроилась поэтому поэтому несколько семей ушло но тем не менее здесь уже у нас колодец построен и людишки могут спокойно приходить вот малыш вышел босиком захар поруби тебе не тяжело нет вот за ним вышла мать да и колодец соответственно заполняется постепенно водой вот 235 236 можно это все ускорить будет нагляднее вот видите понемножку заполняется и когда он будет уже полностью заполнен водой тогда люди с него начнут уже брать себе водичку домой а у нас уже январь 1722 года этот человек идет наверное да он идет домой он отработал целый день здесь и идет к себе домой так я сейчас опять ускорю чтобы тут построилась еще одна хатка да ну в принципе вы увидели первые шаги строительства своего поселения сильно развивать я его не собираюсь то есть я не буду его строить на большие размеры карты мне главное чтобы люди жили в достатке не было смертей и не было смертей от голода холода и так далее вот еще пожалуйста одна хатка свободна но здесь пока никто не живет вот тут видите написано житло вильне и это значит что дом пока пустует да ну что же ребят наверное пока на этом я закончу спасибо что смотрели это была игрушка острев буду ли я продолжать наверное буду игрушка мне понравилось поэтому в скором времени ждите новых серий про эту игрушку острев развивайтесь вместе со мной пишите комментарии ставьте лайки свои подписывайтесь на мой канал не забывайте нажимать на колокольчик и до новых встреч друзья до новых встреч до новых встреч до новых встреч Продолжение следует...